Дорогие, дорогие пин-котики, да, дорогие, нет, нет, не дорогие, любимые, да, любимые, Нет, это долго, надо как-то, надо покороче, надо, ага, надо проще, надо друзья, да, добрейший денечек, у меня только один вопрос, ты решил издать словарь синонимов имени Жана Сенкевича или что тут происходит? Тут происходит концентрация, огромная концентрация юмора от Хелены Мираи, понимаешь, мы берем одну ручку, мы берем другую, начинаем аплодировать, потому что юмор вошел в эфир. Так, ну ты, пожалуйста, вот не злись, дай сюда, дай сюда, что ты тут пишешь. Посмотри. Так, вот я сейчас посмотрю. Так, дорогие пин-котики. О, хорошо, да? Ну да, неплохо, неплохо. Поздравляю вас с окончанием этого учебного года. Всем хороших каникул, а выпускникам удачи при сдаче экзаменов. Все четко, вполне себе по делу, мы всех поздравляем с окончанием этого учебного года, только зачем при этом всем грызть ручку? Я, вот, потому что, потому что это стимулирует, что правильно мыслительный процесс, понимаешь, это включает твои движущие мысли, процесс идет. Это прекрасно, Жанр. Видишь, а когда я достал ручку изо рта, мысли перестали идти, поэтому лучше вот так вот говорить. Ну, это шикарно, конечно, ты оправдываешься вот прям вот прекрасно, белиссимо, только, я знаю, вот это вот, любите вы погрызть ногти, потому что там стресс, любите посидеть в интернете 24 на 7, потому что, типа, скучно, или я люблю выдавить прыщи, чтобы кожа стала чище. Боже, какая ты душная, какая ты душная, ты такая всезнайка, ты так и все знаешь. Ну, так, может быть, ты нашим зрителям расскажешь, как избавиться от какой-нибудь вредной привычки. Ну, вот и расскажу, понятно тебе. Вот сегодня в прямом эфире проекта Пинк Код, как раз-таки это с вами, дорогие зрители, и обсудим. Ну, тогда предлагаю вот Хелена Мираев-Сезнайка, Жан Грызунруч-Ксенкевич вам расскажет много интересного. А пока давайте посмотрим анонс этого эфира. Сегодня в программе. Я не могу остановиться. Обсудим самые вредные привычки в прямом эфире. Есть или не есть? Вот в чем вопрос. Аня Гукиш расскажет, что не так с твоим любимым йогуртом. Мне только спросить. Заглянем за лекарством от всех болезней в кабинет Юлии Пилюлькиной. Верной дорогой идешь, мой дорогой Пинк Кодик. Распоемся в прямом эфире вместе с Викой Щелкановой. А он хорош, а он в порядке. Определим победителя нашего интерактива в режиме онлайн. Это Пинк Код. Смотри, не пропусти. Да, по таким рецептам навряд ли можно найти лекарства в аптеке. Но если заглянете в наш телеграм-канал, там запросто найдете ответы на все вопросы. Для того, чтобы это сделать намного быстрее, наводите свой смартфончик на QR-код, который вы видите вот здесь в правом нижнем углу экрана. И вуаля, вы в нашем телеграм-канале. Ну и в телеграм-канале мы предлагаем вам ответить на вопрос сегодняшнего интерактива. Были ли у вас какие-то вредные привычки? Возможно, были у одноклассников. Возможно, эти привычки сохранились до сих пор. Пишите, рассказывайте. Самые интересные комментарии мы с Хеленой в прямом эфире будем зачитывать. Ну и, конечно же, смотрите на чек-лист, который мы доблестно составили нашей командой Пинк Код. Тут как бы все очень лаконично понятно. Чек-лист на каждый день на ближайшие 92 дня лета. Итак, первое, рано просыпаться, второе, пить утром стакан воды, третье, есть овощи и фрукты. В общем, список полезных привычек, о которых мы сегодня говорить не будем. Но вы, друзья, пишите свои вредные привычки. Например, один из наших зрителей пишет, что он грызет ногти. Зато честно. Никита, Никита вообще, это супер, пишет, нет вредных привычек. Также Никита, я тоже. Никита, ты сейчас не заполняешь анкету на Тиндере, понимаешь? Нужно писать правду. Ну это на самом деле так. Кристина Шаровар пишет, например, все из Чек-листа соблюдаю, рано встаю, фрукты ем, воду пью. Шаги всегда по-разному бывают, иногда даже 12 тысяч шагов в день проходят. В общем, у Кристины Шаровар вредных привычек нет. Но на самом деле знаю я таких ребят, у которых вредные привычки есть. И для того, чтобы их запугать прямо сейчас, навести, так сказать, суету, я зачитаю вам следующую подборку самых вредных привычек, которые, ну, мне кажется, есть практически у каждого. А ты подготовилась, пожалуйста. Я, да, смотрите, любители грызть ногти или, говоря по-научному, аникофаги. Новое слово. Аникофаги? Что-то из Гарри Поттера аникофаги. Нет, аникофаги. Аникофаги. Аникофаги, Жан. На японском? Нет. Понял. Ну, есть такое слово. Если современному человеку его сказать, я думаю, он не поймет, но в целом это в медицине очень часто используется. В общем, если вы любите грызть ногти, вы рискуете оказаться навечно вот с таким чудесным маникюром. И второе, заработать себе проблемы с желудочно-кишечным трактом. Все почему? Потому что под ногтями скапливается грязь, и когда вы их... Грызем. Вы знаете, да, стачиваете микроорганизмы попадают в ваш организм, и все, и разрушение происходит, так сказать, изнутри. Всякие инфекции, бактерии, там, наводят свою суть. Есть еще одна страшилка, которую тоже хотим вам рассказать. Это любители выдавливать прыщи. Да, есть и такие. Так вот, когда на вашем лице появляется прыщ, точно не стоит спешить его выдавливать. Особенно делать это грязными руками, потому что вы можете занести туда инфекцию, это раз. А во-вторых, есть такая история, что прыщей можно стать в два раза больше. Это правда. То есть было два, выдавили два, стало четыре. Было четыре, стало восемь. А мне кажется, это не надо, особенно перед выпускным. Ну, математика от Жанны Сенкевича все-таки работает. Ну и, конечно же, интернет-зависимая. Моя любимая категория. Вы рискуете, во-первых, выглядеть вот так в ближайшем будущем. А второе, конечно же, у интернета, помимо интересной информации, которая в нем находится, есть свои, так сказать, побочные действия. На первом месте располагается ухудшение зрения, на втором месте искривление осанки, ну и третье, теряем мы свою реакцию, затормаживается мозговая активность. В общем, все очень плохо. Ну, сейчас мы предлагаем вам принять виртуальную пилюлю и заходить в наш телеграм-канал, а там уже рассказывать, есть ли у вас вредные привычки. Ребята, делитесь. Допустим, у вас их нет, хорошо, вы идеальны, но у одноклассников 100%-то что-то найдется, поэтому рассказывайте вредные привычки одноклассников. Вот именно, акция продлится всего несколько минут за время рекламы на телеканале «Беларусь-2». Молодежный интерактивный проект «Пин-код» продолжается. И сегодня мы, Жан Тинкевич и Хелен Мирай, решили взяться за серьезное дело, поговорить о вредных привычках, которые есть у многих из наших зрителей. Я предлагаю все-таки это делать не в одиночку, и на помощь нам пришли 4 прекрасные дамы. Даша Тухто, Виолетта Сидоренко, Лиза Никитенко и Лена Короленко. Привет, девочки! Девчонки, привет! 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 Мы сегодня говорим о вредных привычках, да, вот для вас вредная привычка, это что такое? Ну, вредные привычки это то, что люди делают постоянно, и это вредит их здоровью, по моему мнению. Так, хорошо, еще варианты. Для меня вредные привычки это психологическая зависимость от каких-либо действий человека. Что-то на умном, надо еще понять. Зависимость от каких-либо действий. То есть в целом нужды как таковой нет? Да, но у человека вырабатывается зависимость, он привыкает и потом вредит его здоровью. Так, хорошо. А что, Виолетта? Это какие-то действия, которые мы совершаем, не задумываясь автоматически, которые очень вредят нашему здоровью. Вот это вот а-ля «грызь колпачок ручки», да? Да-да-да, видели мы сегодня уже такое. Ну, я тоже считаю, что это какие-то действия, которые мы выполняем машинально. Мы не можем это контролировать, если мы не думаем об этом. И это, естественно, оказывает негативное влияние на нас. Ну, видно, вы жизненным опытом должны быть научены уже, да, рассказывать, какие у вас есть вредные привычки, либо какие были в детстве. Так, ну, у меня есть привычка такая, что я все время по утрам выключаю будильник. Я просто его не слышу, поэтому у меня будет мама. Как ты живешь? Кошлар! Самая вредная привычка! Еще есть такая привычка, что все дела откладываются на потом. Прокрастинация. Да. Это называется нездоровый перфекционизм. Или наоборот, кстати, здоровый перфекционизм. Но я уже исправляюсь. Исправляешься? Ты как-то планируешь, я не знаю. Да, я стараюсь распределять свое время, что во что сделаю. Вот, поэтому сейчас уже все. Ну, честно говоря, у меня есть такой интересный факт. Это, на самом деле, здоровый перфекционизм, потому что перфекционисты именно откладывают дела на потом, для того, чтобы не мучить себя в будущем. А я мог бы сделать лучше. А, так у меня здоровый перфекционизм. У меня тоже жалко. Как хорошо. Так, пожалуйста, Лиза, что у тебя? Моя неполезная привычка – это пересып. Особенно, если я знаю, что завтра у меня нет никаких дел. Такое ощущение, что у вас Даша одна мама сейчас, понимаете? Что же будет тебе? Нет. Сама просыпаюсь, но очень поздно, где-то в обед. Особенно, если знаю, что у меня нет никаких дел, я могу спокойно высыпаться. А потом просыпаюсь в середине дня и понимаю, что день разбит. Какие-то у вас безвредные привычки. Нет, ну, в смысле, это, на самом деле, очень вредно для здоровья, когда ты спишь больше восьми часов. Вредно как спать меньше восьми часов, так и больше. И это очень отрицательно сказывается на работе организма. Поэтому как вакути не грызла. Хорошо. Виолетта. Я неисправимая сладкоежка и кофеман. Каждое мое утро начинается с кофе. Серьезно? Да. Прямо вот без кофе ты не встаешь, такая, принесите мне кофе. Слушайте, а есть ощущение, что мы на давай поженимся, да? Ты только позитив, только позитив. Я чёточки надо разглядывать. А сейчас? У меня очень тяжелое утро, понимаете? Я не могу проснуться. Хорошо. Лен, что у тебя? Так, ну я тоже пью действительно очень много кофе. За день, ну, чашек пять-шесть могу выпить. Вот. Ещё я грызу ручку, когда что-то пишу. И очень люблю облизывать губы на ветру. Свои? Я всё приятно. Это важное уточнение. Так сказать, вредная привычка отчасти всё-таки. Есть вопросики, есть вопросики. Слушайте, девочки, ну а в детстве не было никаких вредных привычек? Ну, в детстве ногти грызла. Сейчас нет уже. Сейчас маникюр, да, невыгодно. Ну да, есть вопросики, хорошо. Ждали щёчку, когда волнуемся. Это как? Типа с внутренней стороны, да? Да, да, да. Я попыталась сделать, и мне как-то не очень приятно. Я вспомнила, у меня в школе, когда я сидела на контрольной какой-то или волновалась, я брала волосы и начинала их крутить. Зато у меня потом такие кучеряшки были к концу дня. Ну здорово, это как раз вот вместо людей, плоек всяких, очень удобно. Даша? Ой, я сейчас на самом деле даже не припомню. Ну, как это? Знаете, вот эти все истории у каждого должны быть из детства. Козявки, ногти грызли. Ну, кстати, у меня есть одна история, как раз таки связана с будильником. А, ну, с будильником. Супер, хорошо. А как ты так плавно от козявок? Вот это плавный берегу. Супер, пупер, хорошо. Пусть будет будильник. Ну-ка. В общем-то, один раз я легла очень поздно, и мне надо было вставать рано утром на мероприятие. Но я, как обычно, проспала, родители уехали, мама мне уже звонила, не могла дозвониться. Вот, я потом сквозь сон слышу, что кто-то в дверь звонит. Это был сосед. Мама набрала ему и сказала, чтобы он меня разбудил. Было очень неловко, потому что я не знаю, сколько он там стоял, и мне звонил. Даша, это кошмар. Мне очень жалко соседа. Да, на самом деле. Есть вот эти умные будильники, в которых там нужно решать математические уравнения, сканировать штрих-коды. Даш, скачай. Будет проще всем, и маме, и соседу. Так, подождите, кто ел козявки? Вот, видите, одна честная, один честный человек. Нас двое. Не, ну, главное, ел это громко сказано, пробовал, давайте как-то слегче. Ну, как бы в детстве было дело, я лукавить не буду. Как есть, так есть. Ну, можно простить, мне было, наверное, года 3-4. Ну, я так предполагаю. Честно говоря, мне никто об этом никогда не рассказывал. Я не знаю, можно ли назвать это вредной привычкой, понимаешь? Это скорее просто экспириенс. Я называю это мой опыт. Ну, мне кажется, у наших зрителей вот есть интересные истории, которыми они спешат поделиться. Может, у них тоже истории про будильник, там, я не знаю. Напомню, что если у вас есть интересная история, если одноклассник обладает какой-то вредной привычкой, обязательно нам напишите в телеграм-канал, и мы прочитаем и зачитаем. Ну, вот смотрите, Анастасия Мартеленок пишет, у меня привычка есть много сладкого. Денис Бурый пишет, у меня есть привычка щелкать пальцами, и я с ней никак не борюсь. А, это вот, наверное, вот так. Не вот так, я думаю, что это вот, чтобы они... А это вредно? Да, это, кстати, по-моему, вредно. Это вредно, по-моему. Это реально вредно. Не хотите ли вы поговорить о чем-то более интересном? Все-таки раз мы уже начали переходить плавно к теме здоровья. Дамы! Да, я подготовился. Я подготовился, я знал, кто к нам придет. Не, ну, называется, только хотел спросить. Ну, ладно, хорошо, хорошо. Пусть это не по-твоему. Девчонки, мы подготовили такой мини-турнир для самых обважабельных дам, которые у нас сегодня здесь находятся. Суть в чем этого турнира, да? Я нашел подборку самых странных, смешных, нелепых, забавных привычек, которые могли быть во взрослой жизни, либо в детстве. У вас будут таблички, разбирайте. На одной табличке с одной стороны написано «нет», с другой стороны написано «да». Если вы понимаете, что это вы делали, либо у вас была такая привычка, вы, соответственно, показываете «да». Если нет, то «нет». Елена, у тебя другие, да? У тебя другие, у тебя лайк, дизлайк. То есть тоже было, не было? Готовы? Супер! Все, поехали. Убирали всю комнату, спихивая вещи в шкаф. В смысле? Мама, прости. Я реально, я серьезно, я дикий перфекционист, я так никогда не делала, это правда, чисто. Серьезно? А если сейчас сосед придет через 2 минуты? А тебе нужно быстренько убрать? Если гости, да. Сосед приходит только к Даши, мы это выяснили сегодня. У меня там жильник. Говорили по мобильному телефону так долго, что вызов сам отключался. Ну, у меня тоже такое было, да, я тоже здесь про... Ну, это на самом деле... А с кем-то вы так час можете разговаривать? С подружками. Так. Дамы. С лучшей подружкой. С лучшей подружкой. Ну, по-любому с подружкой. Ну, я, в принципе, вот, когда с тобой это званиваюсь, тоже... У пацанов нет таких разговоров, понимаете? Вот как-то у парней там 2-3 минуты поговорил, да, и все. И все уже, хватит устал. Достаточно. Идем дальше. При любом удобном случае смотрели с зеркала? Ну, это просто уже факт. Алиса такая, у меня нет зеркал. Ну, я могу просто идти, вижу зеркало, но не обязательно в него смотреть. Почему? А как это? Поправить, притесочку, там, я не знаю, макияж. Ну, не при каждом любом случае. Ну, смотрюсь, но не при каждом. Идем дальше. Разговаривали с техникой, когда она глючит. Почему ты не работаешь? Ну, это по-любому. Мне кажется, так делают все. Черт-то в телефон. Нет, ну, обычно это работает с компьютером. Когда глючит компьютер, он зависает, и ты такой, за что? Да, именно так, именно вот такая формулевка. Что ж поделать? Ну, именно так, да. Ай-яй-яй-яй-яй. Какая досада. Так, идем дальше. Искали телефон, когда держали его в руке. Ну, я точно. Еще очки, еще что-нибудь. Вот, да, в принципе. Хорошо, лопали полиэтилевную пакетики с пузырьками, как только они попадали к вам в руки. Ну, это идеально. Это вот просто пакетики. Да, что такое полиэтилевную пакетики с пузырьками? Именно Даша. Спасибо. Даша списывает. Я же смотрю, она сидит и косово кидает. Что там, девочки? Да, ну, что это? Да, не правда. Да, не правда. Это же те пупырки, которые кладут в... Не помогай. В коробке, чтобы предметы там не разбились или не сломались. Да. Я обожаю их лопать. Вы что? Я только предметы ради них заказываю. Предметы не надо. А вот пупырки. Так, идем дальше. Дули в трубку, когда пьете газировку, чтобы образовались пузырьки внутри. Такие... Ну, конечно. Хорошо. Ставили каждый раз будильник на 5 минут раньше, чтобы выключить его на 20 минут позже. Нет. Через час выключаю. Серьезно. Ну, как можно выключить через 20 минут? Минимум через час. Дергали мышкой, когда страница заглючила в браузере, чтобы она загрузилась быстрее. Да. Ну, да. Хорошо. Переворачивали подушку перед сном холодной стороной вверх. Да, сегодня ночью. Я, честно говоря, не знаю, зачем это делают, но, наверное, это нужно. Но я так никогда не жду. Никогда? Я засну. Нет, никогда так не делала. Девочки, давайте напоследок затронем тему реально супервредных привычек, которые пагубно сказываются на здоровье. Жан, мне это наконец-таки сейчас даст сделать. Пожалуйста, пожалуйста. Потому что все-таки алкогольные напитки или различные курительные смеси почему-то вот постоянно-постоянно присутствуют в вашей жизни. Может, у вас были подобные зависимости, или у ваших знакомых были подобные зависимости. И они с ними справились, например, потому что это вредно для здоровья. Я попрошу. Девочки, так переглянулись. Что вы тут сказали? Девчонки, у меня проще сформулировать вопрос. Пробовали курить? Да. Нет. Вот вообще нет. Такая, я же когда мама смотрит по телевизору. Нет, ну, даже похоже на то, что не пробовала. Я очень примерный ребенок, поэтому нет. Хорошо, тогда немножко на серьезную тему, девчонки. Если вы пробовали, да, почему это не стало вашей зависимостью? Как вы перебороли это? Как вы поняли, что это будет вредить вашему здоровью? Лена? Ну, я не знаю, у меня никогда не было такой привязанности именно к тигретам. То есть я курила какой-то период времени довольно-таки долго, там где-то полгода или год. Но я курила такими перепадами. То есть могу неделю курить, месяц не курить. Мне просто не хотелось. То есть это не вошло в зависимость, да. Хорошо, а употребление алкогольных напитков, это типа не шампанское на Новый год, а чаще, там, на каких-то вечеринках и прочее, прочее, прочее. Была когда-то у кого-то такая зависимость от алкоголя? Так, чтобы зависимость, наверное, нет. Ну, мне прям кажется, если честно, в раннем возрасте, там, когда тебе 10, 13, 15, ну, навряд ли это будет прям зависимостью. Но все-таки, дорогие друзья, берегите себя, свое здоровье, следите за ним. Девочки сегодня вам продемонстрировали все-таки свои вредные привычки, ими поделились. И ответили на твой мега-супер-интерактив. Спасибо, девочки, что пришли к нам в студию. А вы все-таки, еще раз повторю, берегите себя и свое здоровье. Ну, а прямо сейчас давайте посмотрим топ-подборку вредных привычек от проекта Пин-код. С рутиной мы сталкиваемся каждый день. Сделать уроки, заварить чай, почистить зубы. Все это порядок определенных действий, которые называют привычками. Только не все так безоблачно и радужно в этом мире. К сожалению, в каждом из нас скрываются они. Вредные привычки. Они что-то вроде скелетов в шкафах. Сам про них знаешь и очень даже их любишь, но почему-то никому не рассказываешь. Сегодня вам придется столкнуться с ними лицом к лицу. Это Пин-кодовский топ самых вредных привычек. И мы начинаем. Номер один. Пристрастие к вредной еде. Эта привычка периодически перерастает в своего рода проблему, потому что может настигнуть вас там, где вы ее абсолютно не ждете. Поесть любят все, но зацикливается на фастфуде уж точно не каждый. Причем до такой степени. Зато всегда очень вкусно, даже если супер как не полезно. Но везде же нужно находить свои плюсы. Страсть номер два. Шапоголизм. О, это не просто привычка, а отдельный синдром «забери все в дом» называется. Сначала вы приносите покупку в небольшом пакете, затем он увеличивается все больше и больше. А потом из самих пакетов становится так много, что их даже деть некуда. Убедительная просьба, дорогие шапоголики. Не расстраиваемся. Я на вашей стороне. Главное, помните, что вы не одиноки в своей виде. Номер три. Игромания. Самые азартные и очень серьезные. Сначала они потратят 15 минут на обед, потом 17 минут на уроки и весь вечер на игры. Зрению, конечно, не весело от такого рода развлечений, но зато как радуется душа. Ну вот здесь я точно могу возразить. Если вы играете в пенафию со своей семьей или с друзьями, это как раз-таки хорошее времяпрепровождение. Запишем это в плюсы. Позиция номер четыре. Сквернословие. Хоть для Сергея Есенина плохих слов в русском языке нет, но данную привычку это отнюдь никак не оправдывает. Пояснительная бригада. Если у вас вдруг включился режим бунтаря, то не стоит, пожалуйста, зацикливаться на стереотипах. Помните, язык мой враг мой. Поэтому следите внимательно за своей речью. И финал употребления алкоголя и курительных смесей. Здесь вообще все плохо. Отсутствие желания жить, творить и развиваться. Да еще и трата денег на то, что портит человека не только физически, но и морально. А избавиться от такого рода зависимости очень сложно, а для многих практически невозможно. Поэтому здесь уж точно будьте внимательны и остерегайтесь компании, где подобный образ жизни приветствуется. Вредные привычки, как и вредные советы, подстерегают нас на каждом шагу. Как избавиться от всего, что гнетет в сердце и вашу душу, мы расскажем в эфире проекта Пин-код. Смотри, не пропусти. Ну вот посмотрел я сюжет Хелены Мираи, и сразу возникает вопрос к сенсею. Мне интересно, ты каким способом решила отучить всех от вредных привычек? Просто обсуждением этих вредных привычек? Ну вообще-то не совсем обсуждением. Я пригласила вот настоящего сенсея Юлию Клыгун-Пилюлькину, которая поделится своими лайфхаками борьбы с вредными привычками. Здравствуйте, очень рада, очень рада, очень бежала к вам. Это прекрасно, Юля. От меня вам, вам от меня. Пожалуйста, в дар. Спасибо. Так, подождите, подождите. Так, дышите, не дышите. Мышите, не мышите. Так, все, все хорошо. Это прекрасно. Могли бы хотя бы активированную уголь принести, достичь. А у нас тут все здоровы. У нас тут больных нет. С чем пришли? Да. Я пришла к вам с лайфхаками, как же бороться с вредными привычками. Дело в том, что они есть абсолютно у каждого. А каких-то мы знаем и стараемся не замечать, а каких-то мы даже не подозреваем. И специально для этого я, Юлия Пилюлькина, расскажу вам авторские лайфхаки, ну и немножко там от ученых. В общем, давайте разбираться. Смотрите. Сейчас отучу, раз и навсегда. Первая привычка. По рукам бить будешь? Подожди. Буду бить по рукам. Это вот нам вот это надо? Да. Ага. Что нам делать? Показывать картинки. Справитесь? Да. Нужен нет. Он выигрыш в ручку. Тревожно как-то, да, тревожно. Привычка первая. Пристрастие к вредной еде. Вот. Вот она, картинка. Да. Что же мы делаем с вами? Ребята, долой диеты. Перестаньте ставить себе жесткие запреты, временные рамки. Винить себя за каждую лишнюю калорию, которая попала в ваш организм. Начните медитировать. Это расслабит ваш мозг и вообще подарит вам спокойствие. Это еще что-то было смешного? Да, все. Ну, я считаю, каждый восьмиклассник медитирует, поэтому... Нет, в смысле, а как же это медитация, которая выскакивает в виде рекламы постоянно? А, это спам. А, да. Я называю это спам. Это медитация на успех, это не спам. Да, смотрите. Что еще? Внедряйте полезные продукты в ваш рацион. Добавьте туда овощи, фрукты, орехи, бобовые, гороховые. Чем меньше вы вообще кушаете сладкое, тем меньше на него тянет. Нужно перетерпеть три дня. И следующее. Заменяйте вредные продукты полезными в ваших десертах. Можно приготовить десерт без сахара, без муки, без яиц, без блютена, вообще без ничего. Можно вообще не готовить, не есть. Тоже как лайфхак. Можно приготовить домашний шоколад дома. Будет полезно и вкусно. Всегда? Да. Кто-то готовил? Я готовила один раз. После этого пришлось мить кухню. Поэтому очень грустная история. Не готовьте домашний шоколад дома без присмотра взрослых. Готовьте в гостях. Вот. Это хороший лайфхак. Всегда берите с собой полезные перекусы. Тогда соблазна сорваться на какую-нибудь шоколадку будет меньше, если у вас под рукой будет нарезанное яблочко. А вообще? Да. Можно? Да. Скажите, пожалуйста, а полезные перекусы-то что? Нарезанное яблоко в количестве одной штуки. Можно добавить банан и хватит. Спасибо. Здорово. Отлично. Начинайте день правильно. Начните день со стакана воды с лимоном. Это поможет зарядиться свежестью, а если еще добавить медитацию, то будет вообще песня. Так, мы переходим вообще? У нас только одна медитация. Смотрите, смотрите. Авторский метод. Внимание, две руки. Так. В голове. Так. Право. Это что-то из тиктока? Влево. Я влево. Внимательно надо. Быстренько и ускоряем. Право. Лево. Право. Влево. Без рук. Без рук. Право. Влево. Право. Влево. Мои слова как будто... Без рук. Делаем так, когда нам предлагают вредную еду. Поняли? Все. Метод без отказа. Прекрасно. Хорошо, идем дальше. Следующее. Шапоголизм. А вот он. Вот, отлично. Это непреодолимое желание покупать все, что нам надо или не надо. Несмотря на необходимость вообще. Это я. И я тоже, честно говоря. Да. Шапоголизм вообще развивается у девушек из-за недостатка любви, из-за недопонимания, депрессии. Вообще, эта привычка и у мужчин распространена, если что. Как же мы будем с ней бороться? Мы идем в магазин с определенной суммой денег. Она должна быть обязательно небольшая. Вообще, мы идем в магазин со списком и четко по списку, не отдаляясь, ничего лишнего, идем и покупаем. Вообще, отлично брать с собой человека, который вовремя вас отдернет и не даст купить то, что вам не надо. Как обычно мама. Да. Например, там, 34-ю пару туфель. Чтобы было не грустно. Ну, да, такая себе вещичка в гардеробе. Да. Апторский метод. Апторский метод, да. Смотрите, каждый раз, когда я вижу какую-то вещь, я думаю, я больше такого никогда не найду, никогда, никогда, мне это очень надо. Я же шопоголик, я же себя люблю обманывать. Я себе говорю, Юля, если нам понадобится, мы ее найдем, мы ее купим, мы ее сошьем, я жить не умею. Мы ее на заказ делаем. Сколько раз я так делала? Ноль раз. Все. Метод работает. Следующая привычка. Смотрите, следующая привычка, смотрите внимательно, грызть ногти. Да, вот так вот. Вообще, науке неизвестно, почему мы грызем ногти, но есть предположения от ученых, чтобы справиться со стрессом. Вот смотрите, грызем, когда нервничаем, грызем, когда стресс, чтобы расслабиться. Такие вот, кто-то вкусное что-то кушает, кто-то ногти грызет. То есть это вместо вредной еды кто-то использует, как я понимаю, да? Бабушкин метод. Смотрите, намазываем кончики пальцев чем-то острым, гортицей. Или гуталином, ну, не знаю, не знаю, надо провести эксперимент. Либо горчицей, либо перцем. Все, если вы начнете грызть ногти, вам просто очень сильно обожжет слизисту рта, и вам не захочется. Есть специальный бесцветный лак для решения этой проблемы. И авторский метод. Наращиваем. Ногти, вот, как бетон. И, ну, тут либо зубы, либо ногти выиграют. Понимаете, третьего не дону. Тратим деньги во благо, как говорится. Это шапоголизм со смыслом. Что у тебя есть еще, Юлия? Пилюлькина, Клагун. Пилюлькина. Я уже, ну, как правильно прорезите фамилию. Жан, как ты, что это? О, тебе подходит. Это геймпад. Да, это зависимость от игр компьютерных. Вообще... Наматывай на ус, Жан. Да, наматывай на ус. Как же нам от нее избавиться? Следите за временем. Установите себе таймер, который покажет, сколько времени вы вообще сидите в день или в неделю в компьютерных играх. И даже если вы будете сидеть слишком много, то таймер покажет вам. Ага, оп, я уже 7 часов играю в игру. Пора бы и поесть. И пора бы уже идти в школу. Пора вставать. Смотрите трансляции видеоигр. Очень удобно. Заходите на трансляцию, человек вместо вас уже играет. Все уже прошел, все уже знает, все подумал, все сделал. Мы в это время можем позаниматься уборкой. А что насчет авторского метода? Смотрите, самый шикарный. Не платим за электричество. Нет электричества, соответственно, мы не можем зарядить приставку, зарядить ноутбук. Никакой зависимости. Ну тогда мы будем грызть ногти. Тогда мы будем грызть ногти. Тогда никакой еды вообще. Бонусом зависимость от телефона снимет как рукой. Следующий метод. Прекрасно. Сквернословие. Для любителей говорить гадости. Как будем бороться? Это что, маты, что ли? Да, это маты. Это гадкие слова, оскорбления. Игруная лексика. Плохо. Это очень плохо. Установите для себя штрафы. Решите для себя, что будете выплачивать какую-либо сумму после каждой произнесенной гадости. А можно вопрос? Да. А кому платить? Другу, который с радостью подставит свою руку под ваши копейки. Кошмар! Ужасно. Он должен быть такой ответственный, как я. Как я могу позволить другу сквернословить? Никогда. Сумма не должна быть слишком большой, но и не слишком маленькой. Ну, в общем, чтобы было жалко расстаться, ну, расставались. Интересно, интересно. Авторский метод это был. Нет, смотрите, после каждого плохого слова приседайте пять раз. У вас либо спортивное тело, ну, либо перестанете ругаться. Перекаченные ноги будут. Да, мы потом увидим, кто больше всех любил сквернословить. Видишь, по городу идет качок. Вот, материться не больше. Да, сквернословщик какой-то сразу видно. Это прекрасно. Что у тебя еще есть, Юленька? И, конечно же, курение. Курение – это вообще одна из самых пагубных привычек, потому что вдыхание никотина и других примесей табака вызывает привыкание и разрушает наш организм. Вот здесь вообще абсолютно ничего смешного, потому что это заболевание дыхательной системы, это сухой кашель, одышка, риск заболеваний сердца, сосудов, онкологических заболеваний. В общем, смешного ничего, поддаваясь этой привычке, люди вдыхают просто целый коктейль из ядов и отравляют себя. Вообще, самый лучший авторский метод – это держаться подальше от курящих компаний и ни в коем случае не начинать курить. А есть же еще пассивное курение. То есть вот кто-то в компании курит, и ты такой, а я не курю, но ты параллельно дышишь этим дымом, и тем самым тоже, я так понимаю, правильно, Юлия Пилюкина, вредишь себе. Да, пассивное курение тоже вредит нам, и нужно держаться подальше от курящих компаний. Если кто-то в вашем окружении курит, то, ну, не стойте рядом, а лучше… Отойдитесь в стороночку. В стороночку, все. И дышите воздухом и медитируйте. Это прекрасно. У нас была в студии Юлия Клыгун-Пилюлькина. Спасибо за ваши чудодейственные лайфхаки. Спасибо большое. Возвращайтесь в палату. Спасибо. Живите счастливы и будьте здоровы. Это прекрасно. Спасибо, Юлия, спасибо. Но, на самом деле, наша Вика Щелканова не удержалась и стала певицей. Но это не точно. Я предлагаю посмотреть ее попытки и пытки прямо сейчас. Эх, как же все-таки круто уметь красиво петь, собирать толпы поклонников на концертах и покорять их сердца прекрасным звонким голосом, как Полина Гагарина или Анни Лорак. Если ты тоже об этом мечтаешь, тогда айда на курсы по вокалу. Только перед первым занятием нужно обзавестись стандартным набором певца. Тебе понадобится... А ничего. Всего лишь желание. И обойдется оно в ноль рублей, ноль копеек. Приятно удивлен? И уже бежишь записываться? Подожди, ведь заплатить надо за обучение. Цена вопроса от 45 до 100 рублей в месяц. В центрах дополнительного образования детей и молодежи можно найти бесплатные секции. А вот теперь, если все устраивает, вперед и с песней! Самые первые занятия очень смешные. Они игровые, они забавные. Мы используем игрушки. Например, мы используем шумовые инструменты. Хлопушки различные, какие-то ксилофончики, треугольнички. Вот все, что связано с шумовым инструментом. Трещотки. Им это очень нравится. И потихонечку мы их внедряем в музыку, в ритм. Неотъемлемая часть занятия, да и пение в целом, без которой не обходятся даже супер-мега-крутые звезды, «Разминка». Покажи мне пару упражнений, с чего следует начать, чтобы научиться красиво петь новичку. Есть такое упражнение, называется «Фрай». Оно звучит вот так. Оно эффективно чистит связки. Еще из основных упражнений – это дыхательная гимнастика. Голос размяли, теперь можно переходить к песням. У нас существует определенный алгоритм разучивания песен, потому что нужно делать как бы дизайн песни, обязательно посмотреть на содержание песни, где брать дыхание в песне, как строить фразу в песне, какое у нее должно быть окончание, где у нее должна быть кульминация у песни. То есть это очень важно, чтобы ребенок это прочувствовал. Это большая работа, очень большая. А дальше выступления и соревнования. И вот ты уже видишь, как выйдешь на сцену и покоришь сердца жюри. Только есть одно «но». Участие в соревнованиях платное. И стоить оно может как 15 рублей, так и 50. Все зависит от уровня конкурса. А еще добавим к этой сумме стоимость костюма, в котором будем выступать, от 100 рублей до бесконечности. И ты взявай с нами словы, где ты повторяй. Вставай. Полезны будут занятия не только будущим певцам и педагогам по вокалу, но и музыкантам, дикторам, ведущим и даже актерам. Ведь пение делает не только голос красивым, но и развивает другие навыки. Самое основное – это, конечно, умение общаться, вообще в нашем мире коммуницировать. То есть ребенок, в частности, ребенок, он не боится зрителя. Он учится правильно дышать. Они учатся чувствовать, потому что эта музыка, они над суетой немножко воспаряют. У них как будто бы крылья за спиной. Я научилась спокойно выходить к доске в школе, потому что это все равно, что ты стоишь на сцене и поешь или танцуешь. Если в дальнейшем ты захочешь связать свою жизнь с одной из перечисленных профессий, то придется хорошенько потрудиться. Ведь чтобы поступить в вуз или колледж, нужно обязательно сдавать вступительный экзамен по вокалу. Актерам от него тоже никуда не деться. Придется петь. Освободят от сдачи экзамена только дикторов и ведущих. Но для них это будет полезный навык, который поможет красиво говорить. Я пришла сюда в пять лет. Я вообще думала, что это будет страшно, но потом я поняла, что это классно и интересно. Но я научилась хорошо петь, хорошо танцевать. После окончания обучения вокал станет основным профессиональным навыком, без которого не возьмут на работу певцов и педагогов по вокалу. Мне с рождения нравилось петь. Родители увидели мое стремление и решили, а почему бы не попробовать? Из этого что-то да вышло. Не обойтись без вокала и актерам, если захочешь работать в музыкальном театре или театре оперы и балета. К слову, заработная плата всех перечисленных профессий в среднем от 500 рублей до 2000. Зависит от опыта работы сотрудника и от портфолио. Если же ты не планируешь связывать свою будущую профессию с вокалом, а хочешь просто петь для себя, знай, это очень полезно. Дети реже болеют, потому что развитые легкие, хорошая развитая диафрагма. В общем, если теперь твое желание петь только окрепло, смело приходи на занятия, не бойся, помни, начинать что-то новое никогда не поздно. Ура! Совет для тех, кто ищет для себя новое хобби, пойти как можно чаще, потому что это как раз-таки полезная привычка и успокаивает нервную систему. Ну, определиться с хобби у вас есть буквально несколько минут, потому что пока залетайте к нам в телеграм-канал, там пишите свои ответы на вопрос, какая вредная привычка у вас была, либо есть у ваших одноклассников. Пока у нас будет реклама на телеканале «Беларусь-2», но мы скоро вернемся и продолжим обсуждать вредные привычки. Всем привет! Вы смотрите молодежный интерактивный проект «Пин-код» на телеканале «Беларусь-2». Сегодня мы боремся весь эфир с вредными привычками и продолжаем это делать прямо сейчас в нашем телеграм-канале, поэтому поскорее заходите туда и пишите, какие вредные привычки у вас были, есть и как вы их побороли, например. Что пишут наши зрители? Денис Бурый пишет, в первом-втором классе я грыз карандаши и ручки, а избавился я от нее, от этой зависимости, когда начался ковид. Правильно, пропали вкусы и все. В принципе, не то. Уже не то, уже не так. Смотрите, также Денис Бурый пишет, у него была привычка грызть ногти, но один раз он их грыз-грыз, а потом так грызанул, что ему было... Какой кошмар! Так больно, и с того времени он больше не грызет ногти. Это же самое страшное, когда ты кутикулу какую-нибудь или заусенец сделал, и все. Ну, это ужасно, честно говоря. Тут столько ребят нам пишут о том, что они грызут ногти, но мой любимый комментарий все-таки Никита, который пишет, что у него нет вредных привычек, а потом кто-то пишет, я грызу ногти, я тоже. Это мое любимое. Смотрите, Влад Гриб пишет, привычка интернет-зависимость от пин-кода. Но это единственная привычка, которая является витамином. Да, я считаю, что это все-таки оправданно, особенно в нашем интерактиве. Ну, как обычно, мы боремся за приз. Это футболка вот такая черного цвета от проекта пин-код. Я вам ее продемонстрирую солидно. Выглядит очень солидно. Но для этого нужно отвечать правильно на вопросы нашего интерактива и, конечно же, вводить пин-код в финале игры. Мы рекомендуем вам держать свои мобильные телефоны при себе, потому что наш интерактив стартует прямо сейчас. Что сегодня? Аня Гукиш подготовила, на самом деле, свои советы и рекомендации, какие продукты стоит исключить из вашего рациона, даже несмотря на то, что они очень вкусные. Без лишних спойлеров. Давайте посмотрим первую часть сегодняшнего интерактива. Всем привет! Меня зовут Таня. И во мне живут сразу две личности. Одна – Светоша. Она готова есть сельдерей с утками, считает калории, белки, жиры и углеводы. А от вида торта с масляным кремом может потерять сознание. Вторая – опасная. Потому что это она поедает пиццу в час ночи. Калории и вред для нее – пустые слова. Это из-за нее навесы страшно становиться. Каждый день они борются друг с другом и решают, есть или не есть. Сегодня так плотно позавтракала, что есть целый день не хочется. Пожалуй, перекушу йогуртом. Говорят, бифидобактерию полезно, все дела. Только вот почему-то он сладкий. Девочки, давайте разбираться. Я не понимаю, откуда сомнения. Даже в рекламе показывают, что йогурт – это решение всех проблем. И живот будет плоский, и с пищеварением все тоже будет супер. Только вот производителям рекламы все равно на ваше здоровье. Их задача – продать продукт. А моя – вселить нужные знания в ваши головы. Ну чем тебе уже йогурт не угодил? В составе продукта – жирные кислоты, молочный белок, йод, кальций, витамины группы В и живые микроорганизмы. Если йогурт состоит из молока и молочной закваски, то да, твои полезные элементы действительно правда. Но, увы, и ах, на полочках супермаркетов большинство йогуртов наполнены консервантами и ароматизаторами. А как же мой любимый питьевой йогурт с кусочками? Они же прям чувствуются, фрукты. Да уж, надеюсь, наша учительница химии не смотрит этот сюжет. Ну, слушай, дорогая моя, во фруктах и молочных продуктах содержатся кислоты, которые несовместимы друг с другом. Поэтому в йогурте могут находиться только консервированные ягоды или фрукты, в которых давно нет ни единого полезного вещества. А то, что ты называешь кусочком, в большинстве своём представляет собой кусочек мармелада или же желе с огромным количеством сахара. Да уж, обойтись без йогурта с фруктовыми кусочками будет сложно. А может, подскажете, чем можно его заменить? Первый вопрос уже появился в нашем Телеграм-канале, поэтому заходите туда как можно скорее и отвечайте, конечно же, правильно на него. Вопрос номер один. Чем заменить йогурт с кусочками фруктов? Первое, купить питьевой йогурт с кусочками фруктов. Второе, взбить кефир с вареньем. Или третье, выбрать йогурт без добавок и нарезать в него фрукты. Теперь хочется немножко минуткой истории. В Европе йогурт стал известен в 1542 году. Король Франциск I, он страдал от глубокой депрессии. И вот доктор из Константинополя посоветовал королю напиток из прокисшего овечьего молока. И через несколько дней король проснулся и чувствовал себя превосходно. Вообще-то для нас, в принципе, сегодня йогурт это какая-то обыденность, данность. Но история этого чудо-продукта насчитывает несколько даже тысяч лет. Появился йогурт в Центральной Азии еще в каменном веке. В общем, очень-очень-очень давно. И, увы и ах, могу вам сказать так. Купить питьевой йогурт с кусочками фруктов, даже если он вам очень-очень сильно нравится, не получится. Это вредно все-таки. А вот какие еще полезные советы подготовила Аня Гукиш, узнаем прямо сейчас. Погодите, погодите. Я знаю, что йогурт укрепляет иммунную систему, а еще 100 граммов йогурта помогут избавиться от вредного холестерина и повысить количество хорошего холестерина в крови. Милая моя, если ты читаешь Википедию, так дочитывай до конца. Ты забыла об одном «но». Вся эта польза достучится до организма только в том случае, если живы бактерии. А тут, внимание, смотрим срок годности йогурта в магазине. Минимум 30 дней. А то и больше. Только вот незадачка. Бифидобактерии живут всего 7 дней при температуре 7 градусов по Цельсию. А теперь подумайте, выгодно ли производителю, чтобы его товар портился каждую неделю. Да уж, перекусывать йогуртом что-то вообще расхотелось. Не, ну я отказываюсь верить, что все так плохо. Какой йогурт тогда можно считать полезным? Так и быть, поделюсь секретами. Чтобы от йогурта ваш организм получил все самое лучшее, выбирайте живой йогурт. Ищите на прилавках упаковки продукта с надписью «Био». Обычный йогурт проходит тепловую обработку. Так оттуда улетучиваются все полезные бактерии. А вот в био-йогурте микроорганизмы остаются живы. Так-так-так, мотаю на ус. А чего не должно быть в полезном кисломолочном продукте, расскажете мне вы. Повторю вопросик от нашей Анечки Гукиш. Чего не должно быть в полезном кисломолочном продукте? Варианты ответа. Сахара, стабилизатора, крахмала, всего вышеперечисленного. Я, честно говоря, не знаю, чего не должно быть в полезном кисломолочном продукте, но могу сказать одно. У меня есть своя традиция, так сказать. А ну-ка. Мини-медитация. С утра берем так йогурт, кофеечек, едим, пьем и радуемся жизни. А я тебе, между прочим, скажу, что это не самый лучший вариант завтрака, потому что врачи не рекомендуют запивать йогурт, кофе, и на это есть определенные причины. Все потому, что горячие напитки несовместимы с пробиотиками, которые есть в этих продуктах. Поэтому горячая вода мешает поглощению витаминов и минералов. Поэтому если не хочешь навредить своему организму, так лучше не делать. Наматываю, так сказать, твой совет на УЗ. Но у меня есть еще один забавный факт. Статисты доказали, что йогурт выбирают самые заботливые мужчины. Такой вывод делает профессор Алан Хирш. Он 25 лет занимался изучением этой темы. И что в итоге? Мужчины, которые заботливо вам покупают молоко, кефир, йогурт, ну и как бы пьют их, естественно, носами. Обычно это мужчины за 40. Не, ну почему? Я думаю, кто-то из наших зрителей тоже любит. Напишите, пожалуйста, опровергните теорию Жана Сенкевича. Он изучением этой темы не занимался 25 лет, я попрошу. Поэтому я продолжу. Так вот, это самые заботливые мужчины на свете. Ну, в такой случае, если продолжать логическую цепочку твоего высказывания, то если парень вам на первое свидание приносит не розу, а бутылочку йогурта, то это парень, который заботится о вашем здоровье. Это 100%. Так сказать, наш. Подходит. Наш. Забираем сразу, девочки, в ЗАГС ведем. Нет, ну на самом деле, не торопимся, не торопимся. Все-таки я хочу узнать ответ на второй вопрос. Давайте посмотрим, продолжение есть или не есть. Можно даже создать целую книгу из элементов, которых не должно быть в составе йогурта. Ну, логически понятно, что речь идет о сахаре, но немного, немножечко подсластить себе жизнь же можно, тем более в йогурте. С таким же успехом можно съесть шоколадку, потому что количество сахара в йогурте порой наравне с количеством рафинада в любимых десертах. Чтобы не ошибиться, обращайте внимание на количество углеводов в составе. Это и есть сахар. Часто производители скрывают сахар под словами сахароза и фруктоза, но все эти слова – синонимы знакомому нам рафинаду. Ладно, о йогурте с сахаром забываем. Если в состав кисломолочного продукта входит крахмал, стабилизатор, то натуральным продуктом йогурт нельзя назвать. Баночку с таким составом я бы не советовала покупать. Так, часто в магазинах на этикетке написано «йогуртовый продукт». Что это такое? О, такого продукта стоит опасаться. Ничего схожего с йогуртом, кроме вкуса. У этой субстанции нет. Йогуртовый продукт – это смесь молока, сахара и ароматизаторов. К тому же процент белка в таком десерте значительно ниже. А что скажешь об йогуртерах, эрмигуртах и других вариациях на тему йогурта? Несложно догадаться, что продукт никак не связан с йогуртом. Вы получите обычный десерт и не более. В таких продуктах нет бактерий. Теперь будем покупать чистый йогурт без добавок. И, конечно же, будем здоровы. Спасибо, девочки. Пока-пока. Ну и финальный вопрос. Номер три. Какой процент людей облизывает крышечку от йогурта? 70, 50, 40 или 30? Меня этот вопрос, честно говоря, интересовал всю мою 19-летнюю жизнь. Ну, здесь хочется привести слова из мудрой пословицы. Пейте, дейте молоко, будете здоровы. Так что выбирайте молоко и йогурты всякие с умом. Особенно рекомендуем вам использовать совет нашего начинающего юного футблогера Ани Гукиш. Ну, у меня все-таки тот еще вопрос. Ты облизываешь крышечку от йогурта, Жан? Ну, я знаю, что определенное количество людей, есть эксперимент, да, и провели. Сколько людей облизывают, сколько не облизывают. Я не облизываю. Я, честно говоря, тоже так не делаю, но если вы так делаете, я думаю, с статистикой вы знакомы. Смотрите, я запускаю финальный вопрос. Вопрос. Под нашего интерактива. Напомню, что здесь вам нужно написать пин-код сегодняшнего эфира. Каждый правильный ответ имел определенное число. Здесь вам нужно три цифры вместе соединить и прислать верный пин-код этого эфира. А как бы и вот он победитель, Вероника. 3, 4, 1. Пин-код нашего эфира. Ребята, ребята, как вас много. Вот, вот она, Вероника. Ты получаешь вот такую классную майку от проекта Пин-код. Ай, молодец. Ну и, кстати, конкурс «Дотянись до мечты» вместе с Пин-код завершится уже завтра. Поэтому у тебя есть ровно 24 часа, чтобы побороться за дорогостоящий подарок. Это умные смарт-часы, которые любезно предоставил президентский спортивный клуб. Если хочешь обладать этим крутым гаджетом, участвуй в нашем интерактиве Пин-код «Дотянись до мечты». Ну и, конечно же, всем удачи, дорогие друзья. Я надеюсь, что с вредными привычками мы сегодня разобрались. Жан перестанет, наконец-таки, грызть ручку. Вы перестанете, наконец-таки, грызть ногти, потому что такая себе привычка очень пагубно сказывается на здоровье, как мы сегодня уже выяснили. Ну и, конечно, помните, что со вторника по пятницу в 16.00 на телеканале «Беларусь-2» начинается молодежный интерактивный проект Пин-код. Здесь мы делаем обзор самых интересных тем, которые вас больше всего увлекают. Ну и, как минимум, только у нас есть Юлия Пилюлькина Клыгун. Это уже как раз-таки плюс. Вы можете пересматривать наши прямые эфиры, потому что в них очень много всего интересного, креативного. Мы стараемся для вас и чувствуем эту любовь взаимную. Ну, конечно же, если есть какие-то интересующие вопросы, задавайте их в нашем телеграм-канале. Вы, конечно, подписывайтесь на наши социальные сети. И сегодня с вами были Жан Сенкевич, Елена Мира и это проект Пин-код. Мы вас любим, пока!